КОРОТКО О 129 ГЛАВЕ АТАКИ ТИТАНОВ Показали Колоссов, Райнер опять не умер, Гави не смогла убить Флока, Фалька Грайс превратился в Титана, перед рисованием Титана Фалька Исайяма что-то принял, Титан Фалька Грайса напал на пик, Титан Фалька Грайса чуть не убил пик, Дрим Тим угнала корабль, Магат и Шадис, Пресс-Ф Но меня зовут Лир, а вы Мария, друзья Сразу хочу отметить, что я не собираюсь растягивать этот обзор по существу, а самом главном без водички, не забываем про лайк и подписку, или же это вонючий флок, новая 129 глава манги Атака Титанов под названием Ностальгия, показала читателям ровно ничего нового, за исключением красивого предсмертного диалога Магата с Шадисом и некрасивой формы Титана Челюстью Фалька. И да, помните я говорил в прошлом обзоре 128 главы, что, если он на Маре, то главным действующим лицам придется искать какой-то транспорт, чтобы добраться до него, потом еще плыть фиг знает сколько, Исайяме это надо? Тем более под конец франшизы. И после этого, в следующей главе, они угоняют корабль в надежде доплыть до самолета. Серьезно? Два вопроса. Зачем и нафига? Зачем Исайяме понадобилось под конец манги делать эту сюжетную линию самолетом? Просто тупо растягивая сюжет, ведь лично мне кажется, зачем Эрену как пастуху с коровами идти вместе с колоссами на Маре? Он же дал команду, сделал гул. Больше от него ничего не требуется. Да, скорее всего, здесь есть какой-то подводный камень, ведь не просто так он пошел прямо за колоссами. Но все равно, без каких-то объяснений, пока что мне непонятен данный сценарный ход. Возвращаемся к нафига? Зачем команде мечты догонять Эррона и пытаться его остановить? Ведь они не способны даже дать отпор егеристам. Ну давайте будем объективны. Какой им нафиг Эрон? Энни и Райнер не могут справиться с комариками. Вы видели рост колоссальных титанов, упаси господь. Фаллика с его неуправляемым титаном челюсти тупо небоеспособен. Пик тем более с ее-то размерами. И как они могут спасти мир? Без какого-то рояля в кустах или же ружья Чехова, которое будет являться таким же роялем. Ну да, давайте допустим такой момент, что Микаса сможет переубедить Эрона. И тогда франшиза просто превратится в мусорную корзину. Уж извините. Бро, не забудь подписаться на канал, а также поставить лайк. По статистике, 89% зрителей не подписаны на канал и это как-то неправильно. Помоги мне набрать 15 тысяч подписчиков до конца этого лета. Для тебя это всего лишь два клика, а для меня лютая мотивация. Большое спасибо. Также очень позабавил тот факт, что Габи, на развороте убившая Эрона Егера, не смогла убить Флока. Убить именно в понимании человеческое тело. Не знаю, дали бы это сделать какому-нибудь Жану, я бы слова не сказал. Но тут, Габи, машина для убийств, воин, очень противоречивый ход, как по мне. Повторюсь, стрелял бы из ружья Жан, я бы не сказал ни слова. Еще что меня позабавило в этой главе, это конечно же Титан Челюсти. У меня такое ощущение, что Порко перед тем, как отдать себя на съедение, съел какого-то гомункула, из-за чего и получился такой гибрид. Нет, ну серьезно, куриные лапки и внешность Титана с клювом, это ненормально. Порой мне даже кажется, что моя теория насчет формы Титана, все же не выдумка. Однако, его появление, появление Титана Челюсти в этой главе, скорее плюс, нежели минус. Хоть какое-то разнообразие, а то на протяжении нескольких глав. Флок, Жан, Флок, Райдер никак не умрет, Азуми бита. О нет, Эрен уничтожит мир. Единственное, что хоть как-то порадовало меня, но в то же время и огорчило. Это последний кейс главы. Встреча, разговор и смерть Магата и Киса Шадиса. Жертвуя собой, Магат вместе с Шадисом подрывают последнюю надежду егеристов. Корабль. Тем самым ставят точку в преследовании, а также в многолетней войне. Магат преследует цель искупления и прощения, а Шадис – надежду на новый мир без войны. Оба солдата, отдавшие свои сердца родине, объединились, признав все свои ошибки и позволившие новому поколению взять все в свои руки. И вот после этого только попробуйте сказать, что это не самый эмоциональный и лучший момент последних двух-трех глав. Что мы имеем по итогу? Команда мечты уплыла за самолетом к Хизуру. Егеристы на данный момент отрезаны. Колоссы уже или почти дошли до континента. Флог, скорее всего, жив. Не самое плохое развитие сюжета, хоть какой-то движ начался и, надеюсь, в лучшую сторону. Ну а на этом все. Если ты все же досмотрел до этого момента, то не забудь поставить лайк на это видео. Разумеется, подписаться на канал. И самое важное написать. Фалька Негомункул. Очень интересно посмотреть, сколько людей досматривают видео до конца. Ну а на этом все. Ты был на канале Лайера, а вы Мария, друзья.